Здравствуйте, уважаемые слушатели! Разрешите представить вашему вниманию лекцию на тему «Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения». Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, непосредственно коррупционные, а также сопряженные с коррупцией и создающие условия для коррупции деяния влекут установленную законом дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Следует также проводить различия между коррупционными административными правонарушениями и коррупционными уголовными правонарушениями преступлениями. Главным образом, в зависимости от степени тяжести последствий, коррупционно-административные правонарушения, они характеризуются в меньшей степени тяжести правонарушений. Уголовные преступления – это наиболее опасные формы правонарушения. Под административным коррупционным правонарушением понимается умышленное общественно опасное действие лица, уполномоченного на выполнение государственных функций или приравненного к нему лица, выразившееся в незаконном получении лично или через посредника материальных благ за входящие в его полномочия действия, бездействия, в пользу лица, предоставившего такие блага, вознаграждения, а также умышленные действия физического лица по предоставлению вознаграждения. Данное описание административного коррупционного правонарушения раскрывает его материальное содержание, юридическую природу и социальную сущность, а следовательно определяет и признаки коррупционного правонарушения, в частности такие, как общественная опасность, противоправность, наказуемость, виновность, а также объект посягательства. Составы административных коррупционных правонарушений изложены в главе 34-й Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан в шести следующих статьях. Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами. 677. Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом. Статья 678. Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами. Статья 679. Осуществление незаконной предпринимательской деятельности, получение незаконных доходов государственными органами и органами местного самоуправления. Статья 680. Непринятие мер руководителями государственных органов по борьбе с коррупцией. И статья 681. Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения. Состав административного коррупционного правонарушения включает в себя четыре взаимообусловленных и взаимосвязанных элемента. Субъект правонарушения, объект, объективная сторона и субъективная сторона. Под субъектом понимается лицо, совершившее правонарушения и способное нести юридическую ответственность, обладающее признаками, установленными законом. Все коррупционные деяния предполагают их совершение специальным субъектом, под которым понимается лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, либо лицо, приравненное к нему. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся во-первых, депутаты парламента Республики Казахстан, а также маслехатов различного уровня. Во-вторых, все государственные службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, приравниваются лица, избранные в органы местного самоуправления, граждане, зарегистрированные в качестве кандидатов в президенты Республики Казахстан, в депутаты парламента, а также в кандидаты в депутаты маслехатов. Также служащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоуправления, оплата труда, который производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан. Также лица, исполняющие управленческие функции государственных организаций, в уставном капитале, которых доля государства составляет более 50%, также служащие Национального банка Республики Казахстан и его ведомства. Также к субъектам административных коррупционных правонарушений относятся физические и юридические лица, осуществляющие подкуп должностных и иных лиц. Таким образом, административной ответственности подлежат, кроме лиц уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, прилавненных к ним, вменяемые физические лица, достигших моменту окончания или пресечения административного правонарушения 16-летнего возраста. Характерной особенностью является то, что к административной ответственности могут быть привлечены юридические лица. Объектом всех коррупционных правонарушений является установленный порядок осуществления служебных полномочий должностных лиц. Объективная сторона всех коррупционных правонарушений характеризуется действием или бездействием. Субъективная сторона коррупционных правонарушений характеризуется прямым умыслом. Иначе говоря, виновное лицо осознает общественную опасность и противоправность действия и желает его совершить. Административное наказание за коррупционное правонарушение согласно законодательству осуществляется только в виде административного штрафа в строго фиксированном количестве месячных расчетных показателей. Не предусматривается возможность применения иных основных или дополнительных видов административного наказания. Правила наложения административного наказания излагаются в главе 7 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Во-первых, наказание налагается судом в пределах установленных санкцией соответствующей статьи. Во-вторых, наказание должно быть справедливым с соответствующим характером административного правонарушения, обстоятельством его совершения, личности правонарушителя. При совершении одним лицом двух или более административных коррупционных правонарушений наказание налагается за каждое правонарушение в отдельности. Не может быть наложено за совершенное административное правонарушение на физическое лицо, если истек один год со дня его совершения, а на юридическое лицо, если истекло три года со дня его совершения. Что касается коррупционных правонарушений, наказуемых уголовным порядком, то наиболее характерным, опасным и распространенным проявлением коррупции является взятка. Взятка осуществляться может в следующих видах. Это открытый способ получения взятки, ну, в общем, количестве взяток, это примерно 75%. Когда передача и получение взятки совершается из рук руки или через посредника. Но могут быть и замаскированные способы получения взятки, их меньше, около 25%. Обычно они осуществляются под видом законных действий, например, возврат долга, азартные игры и тому подобное. При этом взяткодатель может быть освобожден от ответственности при наличии признака вымогательства. Выделяются два способа вымогательства. Во-первых, требование взятки под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам лица выступающего в качестве взяткодателя. Во-вторых, умышленное поставление взяткодателя в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых законным интересов. уголовное наказание за получение взятки предусматривает как основное наказание, оно является альтернативным, то есть санкция предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы и дополнительные наказания, которые во всех случаях носят обязательный характер. К числу таких дополнительных наказаний относятся конфискация имущества, а также пожизненный запрет на занятие определенных должностей. В зависимости от квалификации коррупционного преступления, а также размера взятки предусматриваются следующие наказания. Значительный размер взятки от 50 до 3000 мрп предусматривает наказание в виде штрафа в размере 60-ти кратной суммы взятки либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Крупный размер взятки от 3000 до 10 тысяч мрп предусматривает наказание в виде штрафа в размере 70-ти кратной суммы взятки или лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Особо крупная взятка свыше 10-ти тысяч месячных расчетных показателей предусматривает наказание в виде штрафа в размере 80-ти кратной суммы взятки или лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Получение взятки, которое можно отнести к числу преступлений средней тяжести, предусматривает штраф в размере 50-ти кратной суммы взятки либо лишения свободы на срок до 5 лет. Существуют условия освобождения от уголовной ответственности в силу малозначительности и малозначимости коррупционного правонарушения. Таких условий предусматривает четыре. Во-первых, стоимость подарка, услуги и тому подобное и должна превышать двух месячных расчетных показателей. Второе, подарок, услуга и тому подобное должны быть получены впервые. В-третьих, отсутствие предварительной договоренности между сторонами. и в-четвертых, подарок, услуга и тому подобное должны быть получены за ранее совершенные действия либо бездействия в пользу заинтересованного лица. взятки. В-третьих, взятки, 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 взятки. Что касается конфискации имущества, то при этом подлежит доказательству во-первых, принадлежность имущества подозреваемому, обвиняемому или третьему лицу, во-вторых, связь имущества с преступлением, являющейся основанием для применения конфискации. И третье, обстоятельства приобретения имущества третьим лицом, дающие основания полагать, что это имущество приобретено в результате правонарушения. Итак, уважаемые слушатели, мы с вами рассмотрели вопросы, связанные с привлечением юридической ответственности, а именно административной или уголовной ответственности за коррупционные правонарушения как в форме проступков, так и в форме преступлений. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова